Всем снова привет и добро пожаловать на GameLife Tactical. Мы продолжаем проходить игру Mad Max. В прошлой серии мы раздобыли себе кузов для нового автомобиля. И нужно подойти к жестянщику, чтобы узнать, что делать дальше. Мне нужно нечто более, чем кузов. Аминь! Нужны запчасти, причем редкие. Помоги мне собрать весь этот утиль. Я смастерю гарпун. Гарпун? Гарпун? Я вам отвечаю. Бэтмен идет нервно курить в сторону. Так, с помощью гарпуна мы сможем прорваться сквозь препоны. Он также пригодится в бою. Каким образом? С его помощью можно побеждать врагов, отрывая дверцы, броню, даже колеса. Гарпун. Это круто. Так, теперь у нас есть все. У меня только хлам и запчасти. Но тут нет зазубренного наконечника. Где же он? А он в моей койке. Он был нужен для самозащиты. Возвращенец. Так. Сейчас мы быстренько сгоняем его койку. Как раз в прошлой серии мы поднимались сюда, да? Тут был у нас гамак у него там. Так. Источник воды пуст. Эй. А когда же она наполняется? Так. Вот. Гарпун. Если гарпун не соврал, гарпун нам очень пригодится. Сказал. Мэд Макс. Ну-ка, ну-ка. У меня есть только детщик. Добро пожаловать в гараж. Именно здесь вы сможете строить и модифицировать шедевр. Категория гарпун. Отмечено значком. Понятно. Что у нас здесь есть? Таранная решетка. Броня. Двигатель. Ладно. Давайте улучшать гарпун. Установить. 15 деталей. Окей. Так. Кстати, у Макса хватит лома еще на таранную решетку. Ну ладно. Ставим. Ага. Смотрите, какая штука. Мы навесили таранную решетку и мощность и управляемость стали хуже. Это что, шины? Так, а где управляемость тут? Краска. Наклейки. Украшения на капот. Шипы. Колпаки. Нитро. Подвеска. Вот подвеска, наверное, должна... Управляемость увеличивать, да? А деталей-то не хватает. Печально. Для быстроты требуется нитро. Я знаю, как его сделать. Но нам нужны детали. Значит, мы их достанем. Да. Но сначала... Там полно воинов члема. Если с ними не разобраться, они прикончат тебя и меня, и шедевр. Ладно. Займемся ими. А как менять оружие? Здесь вообще меню оружия. Нету его. Че, надо ехать? Поехали! Видишь этих железных чучел? Ими воины члема метят свою территорию. Вали их. При таране можно повредить капот. Но это должно сработать. Не понял? А, вот. Так, таранить. Протаранили. Ага, вон. Видели еще вот здесь вот? Ух. Тихо. Спокойно. Нам надо заехать туда. А машину нужно беречь. Она у нас не железная. Как бы это банально не звучало. Так, 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 тихо. А, кстати, как гарпуном пользуются? Это он че, чинить пошел? Нет. Сейчас, секунду. Это выстрел из дробовика. А, во. Во, 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 во. Так. Ага. Вот оно че значит. Ба-бах. А, кстати, на их месте... Вы посмотрите, что здесь остается. Металлолом. Это же очень круто. О! Да он красавчик. Пока я бегаю, он ремонтирует автомобиль. Слушай. Жестянщик. Да тебе цены нет. Ё-моё. Золотой парень. Так. Нам куда-то направо надо, я так понимаю. О, блин, камни можно тоже разбивать. Вот тут вот металлоломчик есть? Да, смотрите-ка. Очень круто. Металлолом нам нужен. Очень нужен. Мы будем модифицировать наш автомобиль. Так. И едем к последнему пугалу. Да-да-да. А ну-ка, быстрый выстрел. Отлично. Нам даже не надо прицельно бить. Еее. А че он сказал? Нам нужно провести разведку. А, вот туда, смотрите, куда-то ехать надо. Ладно, поехали. Разведка так, разведка. Такс, вот здесь поднимемся. Так, они выкачивают нефть прямо из земли, отправляют ее в Гастаун. Что здесь, даже никого нет? А, это мы приехали опять на это местечко. Все, выходим. Будем проводить разведку. Посмотрим. Горлан. Горлан. Горлан поднимает тревогу в лагере и вводит его обитателей в боевое безумие. Под действием его криков враги становятся опаснее. Чтобы вновь ослабить их, убей горлана. Огнеметная труба защищает главный вход в лагерь, воздвигая на пути у нарушителей убийственную стену пламени. Чтобы нейтрализовать трубу, нужно уничтожить ее источник топлива. После усиления огнеметная труба практически мгновенно уничтожает любую цель. Снайпер оберегает подступы к лагерю. Снайперы способны засечь нарушителя с большого расстояния. И метко стреляют как на малых, так и на больших дистанциях. Ну, нифига себе. Так, а что мы можем увеличить? Нет? Больше. Нет, походу. Ну, все. Так, периметр лагеря. Обычно охраняется. Если вы приблизитесь к лагерю, его охрана поднимет тревогу. Если индикатор тревоги заполнится целиком, защитники станут намного сильнее и опаснее. Что там разглядел, святой? Там небольшая охрана. Я разберусь с ними, прежде чем выйти в лагерь. Да, нашему шедевру все по плечу. Да, мы посмотрим. Жалко, патронов для дробевика нет, ЕМЭ. Так, съезжаем. Я так понимаю, снайпера надо с гарпуна снять? Ну, тянем-тянем-тянем ух ты ё-моё это было неожиданно так выезжаем выезжаем ну давай отлично хорошая машинка так опять надо давай 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 отлично чем мы туда выстрелить можем чё нет мы не можем туда выстрелить а если постараться давай не так видимо не катит блин надо машину отогнать вот так хотя бы придется видимо мочить их что жизни у меня мало я очень рад что нас заметили если вы приблизитесь горлана он поднимет тревогу есть индикатор тревоги заполнится враги станут сильнее я убегаю все он меня не видит как же его уничтожить то смотрите как камни кидает подлецы а кстати не вот чё интересно мы с другой стороны нигде зайти не можем да походу нет ну ладно ё-моё у меня что патрон был откуда он у меня был нифига нифига да ты охренел надо попить воды блин да пей ты до конца уже давай выполнять дорожка как этого хрена снять блин откуда у меня был патрон давай хотя бы напугаем его а вот как еще можно понятно нет извини мужик мне не нужен парень который умеет горланить так что это здесь реликвия повернуть ну-ка макс нам тебе не хватает возвращайся поскорей вернусь ли я когда-нибудь нужно разрушить насос ну все рушим это конечно не насос а ну давай иди сюда надо забрать у него нож жалко он нож на ходу не забирает было бы прикольно если мог кувыркнуться там нож забрать или например в бою отобрать его что ли это как-то так и третий панды о вы видели да сюда залезть мужем эмблема члена ладно ломаем еще три штуки говорят о ё-моё это вообще это вообще круто полная будет что ли да 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 зашипись жалко что они на карте заранее не показаны эти эмблемы ого лома тут а выгодно наверно видимо заходить сюда да так куда а ну как раз нам на ту сторону идем идем буря такая разыгралась здесь я эмблему нигде не пропустил можно наверх подняться так осмотрелись вроде ничего нет давайте поднимемся посмотрим чё у нас тут вот вот очень круто патрон есть даже 2 а патроны нам нужны я люблю пустую тратить так получается так можно так же спрыгнуть о нету нас так никто не нападает фонарик с фонариком все-таки можно видеть в темноте опять он кто он кто он я никого не видел хоть скатывается быстро это радует еще металлолом круто наверх подъем а здесь куда еще вниз до скупишь можно но надо слезать вижу патроны а их оставить я точно не могу ой кстати тут наверное они не просто так лежат потому что эмблема высоко это значит что просто так мы до нее не доберемся дробовик из трубы неплохой да все равно два патрона почему так я один наверно собрал что тебе нужно время пришлось скиталец твой путь пусть и кривой привел тебя сюда скоро мы с тобой будем действовать заодно когда твой дух будет готов приходи ко мне улиточка рюкзак рюкзак улитка фирмы незнакомец ладно залезаем наверх будем надеяться что буря уже нет да у так ярость сражаясь рукопашном бою макс накапливает ярость накопив достаточно ярости макс переходит в режим ярости вы не поверите в котором вместо его о котором все его удары становятся сильнее действие режима ярости заканчивается спустя определенное время или после уничтожения всех врагов в округе доступная ярость ну все да я не понял за . одноразовая что ли давай ах ты сученыш эй макс куда ты давай ну кто еще вот это он подбежал именно все ушел с одного удара сейчас уничтожим куха максимка давай сначала все обшарим тут а потом уничтожим мне казалось или тут было что-то еще кстати эмблема 1 и 4 еще металлолома неужели не весь металлолом здесь заныкали этого не может быть ну ладно сейчас посмотрим так ну по крайней мере три точно металлолома должно быть а не-не-не-не прыгать нам пока еще рано эмблема где а вон смотри или нет а это металлолом показалось ничего померещилось что здесь эмблема а вот эмблема блин как же без мимо нее пробежал ломаем патроны пока будем экономить отлично эмблема все так сюда нам нужна канистра да 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 а вот лом где-то я видимо пропустил потому что еще два не нашел печально конечно но да ладно найдем еще так поджечь угроза устранена значится где же я мог пропустить то этот металлолом только в начале где-то тогда с правой стороны ладно сейчас посмотрим спустимся тут эй макс ну что ж ты такой деревянные дубовый макс и тут спрыгнуть нельзя на мост вы знаете вот здесь вот когда мы бежали мне казалось здесь был мог быть во всяком случае да 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 вот один один как минимум ну ладно остальное искать не будем пуш он наверняка где-то внутри хрен знает где это займет много времени а мы его тратить не хотим просто так может а тю так смотрите как удачно все место поживы должно быть сто процентов супер прежде чем возвращаться нужно еще кое-что сделать но у нас уже есть все что нужно мы должны работать над шедевром тебе не понять ясно у тебя свои причины я пойду с тобой жестянщику благоволит удача мы оба нужны ну чтож поехали так а мы направляемся с вами к таинственному незнакомцу что он там про ракетницу кто-то говорил что-то непонятное оставайся машине я пойду один да на старого жестянщика с его священной миссии можно не обращать внимание плюнь на него до раза три хорошенько да 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 харитон триндеть жаба говорилка о прикольный смайлик так сейчас узнаем кто это такой это ты роешь песок проливаешь кровь собираешь осколки прошлого ты говоришь что ищешь безмолвную равнину но разве ты не придешь по ней среди обломков прежней жизни вечно убега от всего человеческого однажды безмолвная равнина закончится и начнешься ты у тебя есть цель в этой жизни друг мой хотя ты не смеешь даже мечтать об этом но сначала будет боль много боли до того как ты познаешь свое предназначение ты меня совсем не знаешь оглядись вокруг посмотри на дюны в их тенях таятся полузабытые страхи ты всегда обижал от этих призраков от безумия которое крадется за тобой ты же пришел к грифе не просто так глубоко внутри среди ужасов от которых ты бежишь заключена твоя сила грифа тебе поможет добраться туда куда ты боишься заходить откроет твое предназначение у оуу значки грифы развивать и способности макса обменивать значки у грипф ну давайте посмотрим что за значки выучка улучшитьリі способность повесить урон при Улучшение способности повысит урон при атаке оружием ближнего боя. Контроль эмоций. Улучшите эту способность, чтобы Макс дольше оставался в режиме ярости. Улучшите боеприпасы. Получайте больше боеприпасов при сборе трофеев. Интуиция. Дольше применять оружие ближнего боя. Живучесть. Увеличить запас здоровья Макса. Метаболизм. Пища восстанавливает больше здоровья. Повысить уровень славы Макса нам не надо пока. Отжим. Получите больше воды из источников. И детальность. Получайте больше лома в трофеях. Адаптация позволяет экономить топливо. Ну, первонаперво предлагаю повысить живучесть. Способность повысить урон. При атаке оружием ближнего боя. Но я думаю, что дольше применять оружие будет лучше. Так. Экономия топлива и... Ну, давайте. Экономия топлива и... Больше лома в трофеях возьмем. А также, также, также. Режим ярости нет. Урон при атаке оружием ближнего боя. Или... Больше боеприпасов. Ммм... Так. А может, все-таки метаболизм? Блин. Ну, что ж. Давайте, наверное, возьмем все-таки... Вот это вот умение. Так, все. Подтверждаем. Наконец-то, блин, встал. Ну, что ж, друзья. Я думаю, что на этом серия подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Ведь этим самым вы поддерживаете канал. Комментируйте видео. Пишите, какие места нужно заехать. Где что найти. Я буду прислушиваться. А на этом серия подходит к концу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok